Праздник действительно удался. Красочному музыкальному представлению с аниматорами и ростовыми куклами не помешало даже отсутствие снега. Ребята вместе с клоуном крутили фигурки из воздушных шариков, участвовали в конкурсах и отгадывали загадки снегурочки. Совсем не строгий, бородою весь зарос. К нам сейчас пишет на праздник. Кто же это? В кульминации праздника стало нажатие символической кнопки, включившей новогоднюю иллюминацию и запустивший ход часов на башне. Пять, четыре, три, два, один, путь! Особая благодарность строителям за высокое качество работ. Необычная идея сделать из старой водонапорной башни арт-объект возникла после визитов поселения главы района Андрея Иванова. Он обратил внимание на то, что башня, построенная в 50-м году, уродует облик поселка. Ну, в буквальном смысле слова руина, которая стояла в центре, ну, уже более 60 лет, водонапорной башне. Вот, он предложил что-нибудь придумать такое, чтобы центр эта башня украшала. Недолго, думаю, мы объявили конкурс в Заречье, поэтому эта башня, это творение коллективное. Принимали участие и дети, и взрослые. Строительные работы шли полгода. И на месте обветшавшей бетонной трубы с шиферной крышей появилась часовая башня высотой в 46 метров. На самом верху три циферблата диаметром 3 метра с яркой подсветкой. А венчает сооружение флюгер с гербом Заречья. И так на центральной площади поселения зажгли праздничную иллюминацию и новогоднюю елку. А часы на бывшей водонапорной башне начали отсчитывать время, которое осталось до наступления нового 2016 года. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинсова.